Ребята, здравствуйте, с вами Алексей. Добро пожаловать на мое новенькое видео по игре Евро Трак Симулятор 2. Друзья, как вы уже догадались по названию этого видео, стартовало открытое бета-тестирование патча 1.36 для игры Евро Трак Симулятор 2. В принципе, плюс-минус, изменения здесь идентичные, ровно такие же, как у нас были и для Американ Трака. Но, на самом деле, я этим бета-патчем, уже, честно, если признаться сказать, немножко разочарован, потому что сейчас я вам все объясню. В общем, ребята, давайте, наверное, начнем с самых, опять-таки, основных моментов, которые все-таки стоит сказать. Это полностью сейчас, по аналогии, так же, как и с Американ Траком, из игры удалили Дарит Экс 9, то есть теперь только поддерживается 11-й Дирит Экс. И это очень даже хорошо, это значит то, что движок у нас переходит на новый Дирит Экс, открываются новые возможности для новых всяческих шейдеров, освещения и т.д. и т.п. В общем, в будущем, я думаю, игру ждут кардинальные изменения по графике. Второе, ребята, изменение, но, наверное, да, наверное, да, наверное, все-таки второе оно у нас будет. Для этого, для того, чтобы, в общем-то, этот остров Корсика у вас появился, вам будет необходима DLC Viva La France, то есть этот остров Корсика, он принадлежит Франции, и, соответственно, для того, чтобы у вас бесплатно этот остров появился, вам нужно будет купить, соответственно, DLC Францию. В общем-то, та же самая история, да, как она у нас была из Италии, тоже в одном из бета-патчей, по-моему, даже вот в 1.35, если я не ошибаюсь, или в 1.34, добавилась Сардиния для Италии, а теперь у нас добавилась Корсика непосредственно для Франции. Всего у нас тут сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть городов, можно, в принципе, с Сардинии сюда попасть непосредственно, с Франции, и, в принципе, все. То есть тут таких тут два морских пути, очевидных прямо-таки, да, и вот, в принципе, можно сразу отправиться, друзья, в Европу. В остальном по карте никаких изменений вынесено не было, то есть у него специально профиль пройденной карты на 100%, то есть вот буквально тут меньше даже процента, чуть больше полпроцента у нас новых дорог-то добавилось, Германия в этом обновлении не будет обновлена. Далее, друзья, по тому, что еще добавили, давайте мы зайдем для этого в настройки, далее нам нужно зайти в настройки игрового процесса, пролистываем вниз, и здесь мы видим новое меню объезды. Наконец-таки эта история у нас появилась и в Евротрак Симулёт Р2, достаточно давно она уже у нас появилась в АТС-ке, и, видимо, ее откатали, отшлифовали эту технологию и добавили уже ее в Евротрак. Можно сказать, что теперь она наверняка уже работает так, как положено. Если, ребята, получится, покажу, как это выглядит, если нет, ну, ребят, извините, как бы специально летать, искать вот эти все объезды абсолютно никакого смысла не вижу, потому что я помню, как тогда, в тот раз мы с вами в обзоре, опять же, бета-патча, когда эти объезды появились для Американ Трака, мы долго летали, я ничего не мог найти, и вот, в общем, когда свободной камерой перемещаешься, они не всегда появляются. Далее, из, опять же, плюшек, которые были еще и в АТС-очке у нас, теперь у нас на карте в менеджере, не на общей карте, ребята, не путайте, на карте именно в менеджере, как во вкладке «Грузовики», во вкладке, соответственно, по-моему, также и «Прицепы», и, соответственно, также во вкладке «Персонал» мы можем с вами наблюдать водителей, где они сейчас находятся, то есть, вот, допустим, у меня есть одна наемная водительница, вот она из Санкт-Петербурга везет, в общем-то, пустые палеты, где-то она уже в Польшу куда-то, короче, в Германию уехала, я не представляю, какое расстояние надо проделать, чтобы эти пустые палеты отвезти, и, в общем-то, в принципе, кликнув по ней, вот, можно весь ее маршрут просмотреть, но она вообще отчаянная, конечно, капец, она же в бордо прет, это ужас какой-то, миллион рублей зато она нам заработает, ну, молодец, женщина, пусть работает, как бы, ладно, и, соответственно, как бы нас тоже на карте видно, если мы где-то находимся, нас там же, соответственно, отображает. Вроде как все, давайте зайдем в галерею, наверное, прицепов, вы ждете, что можно здесь что-то будет новое купить, вы наверняка ждете бочку, но нет, друзья, покупку бочки не добавили, и я тут вообще разочаровался, я прям так ждал, что можно будет купить бочку для Евротрака, но ее, к сожалению, как видите, ребята, в стандартных трейлерах нет, то есть она у нас не добавилась для покупки бочка, в Кроны, ну, естественно, тоже бочки нет, и Шварцмюллеровской бочки для покупки тоже нет. Видимо, это пока не входит в планы разработчиков, либо это будет добавлено несколько позже, не понимаю, почему ее сюда не добавили. Никакого другого тюнинга на прицепы, на грузовики, ничего нового нет. В общем, друзья, давайте мы сейчас, наверное, с вами вот прям прямиком сразу отправимся непосредственно на Корсику. Давайте мы еще раз разглядим, как это все дело выглядит. Сразу, ребята, скажу, на канале будут ролики. По аналогии, как это было у нас с Сардинией, да, там два я, по-моему, ролика записал. Сначала с этой стороны объехал, потом с той. Здесь, наверное, сделаем то же самое, прокатимся здесь, потом прокатимся здесь, ну и, может быть, там, не знаю, если вы захотите третий рейс сделаем, где-нибудь там посередине прокатимся, посмотрим вообще, как все это выглядит. Потому что, ну, смотрите, реально Корсика, это реально там может быть одна какая-то там, не знаю, третья или одна четвертая с Сардинией, то есть она вообще маленькая, прям маленькая. И это автоматически подразумевает то, что здесь у нас прям все такое узенькое-узенькое будет, и на траке прям будет очень интересно там покататься. Далее, ребят, по карте у нас, как видите, уже появляется дорога к Черному морю, это очень хорошо, а чтобы видеть вообще что-нибудь, давайте мы зайдем в прямые перевозки, и здесь мы уже с вами карту отследим. Соответственно, Румыния, Болгария и европейская часть Турции, то есть вот примерно вот так все это у нас, ребятки, будет выглядеть по, так скажем, масштабности, ну, наверное, больше даже, я скажу, чем Прибалтика, которая выходила, то есть с Литвой, с Латвией, Эстонией и Россией. Это прям реально больше-больше-больше в разы. Я вам хочу сказать, Румыния прям вообще огромная страна. Естественно, здесь уже есть пограничные переходы, на них мы тоже посмотрим, видео на канале обязательно будет. Там, в принципе, смотреть не на что, но просто показать, и думаю, вам это стоит. Итак, давайте полетаем пока что просто здесь хотя бы по окрестностям этого замечательного города Бастия, насколько я понимаю, он называется. На русский он пока не переведен. Он здесь нас сразу, соответственно, из ТО-шечка встречает. Просто мы город один хотя бы облетим, чтобы просто понимать, что как вообще, зачем и почему. Но вот это, по-моему, новый, кстати, префаб. Такого магазина я раньше не видел. Это прям такой маленький магазинчик, в котором вот можно загрузиться. Там, смотрите, машинки у нас даже внутри продаются. Интересненько, я хочу сказать. Новые всяческие рекламные вывески у нас тут идут на французском языке. Ну, это здорово. Кстати, да, ребят, новые машины трафика были добавлены. Вот что самое интересное. Там, по-моему, автобус у нас даже появился в трафике какой-то новый. Так что вылавливать, опять же, специально я это не буду, потому что я просто не помню, какие здесь машины были старые, какие были новые. Но единственное, там на автобус только если опираться, и как бы, в принципе, всё. Ну, вот скорая, я вижу, новая едет прямо-таки, да, видно, что это вот прям новая-новая-новая скорая, новая моделька, то есть прям вот, да, хорошо. Так, ну, давайте пролетим, может быть, какой-то у нас объезд здесь появится. Хотя, я думаю, вряд ли здесь это будет у нас, конечно же. Потому что это прям окрестности города, и в окрестностях очень редко появляются объезды. Это надо где-то по трассе, короче, навалить. Ну, вот мы видим, да, что, в принципе, у нас все дороги, это максимум, там, одна полоса в одну, другая в другую, всё вот так вот резко поворачивается, заворачивается. Но, если честно, больше это мне Италию напоминает, чем Францию. Всё-таки сказывается, наверное, близость Сардинии рядом, как бы. И да, ну, на этих дорожках, я думаю, вряд ли, конечно, будут у нас объезды такие прям лютые-лютые-лютые. Это нужно нам уже на дороге выходить общего пользования, и тогда что-то вылавливать. В общем, друзья, вот и всё. Я прям на самом деле реально, вот как я вам сказал в начале видео, то, что я немножко разочаровался. Я правда разочаровался, то есть я думал, что больше чего-то прям такого будет. У меня аж на 4 практически с половиной гигабайта игра обновилась. Ну, видимо, из-за того, что у меня все дополнения собраны, и всё перетряхнулось, соответственно. А по факту, ну, да, у нас появилась Корсика, 11-й Дирит Икс, добавили объезды, да и вроде бы как всё. Ну, и водителей, соответственно, на карте видно, но мне на это вообще по барабану, если честно. И всё. То есть, да, ещё раз скажу, я это в обзоре АТСа говорим. И эти патчи 1.36, они не будут такими большими по контенту, то есть они по большей части являются техническими. Очень было много претензий по этому поводу, но, видимо, меня никто не слушает, а обзоры так просто проматывают и вообще не смотрят. Поэтому я в самом начале даже тогда про это сказал, но всё равно люди писали, что мало контента патча фуфло. Изначально было так задумано, что, видимо, так было задумано, что этот патч чисто технический. То есть не стоит ждать здесь вот прям чего-то, чего-то. Но то, что не добавили бочки, я прям, если честно, очень, ребят, сильно расстроился. Я думал, что наконец-таки это уже здесь появится, это можно будет купить, это можно будет таскать. Это очевидно просто было, что они появятся. Но, видимо, что-то пошло не так, видимо, что-то пошло не по плану, как это обычно бывает у разработчиков. Ну, мало ли там где-то что-то случилось. Вот, кстати, новый автобус поехал, ребят. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Как он появился-то прямо, а ты посмотри на него. Давайте мы, знаете, как сделаем? Сейчас мы напишем здесь консольную команду, прям вот так некрасиво, конечно, это все делать. Варп 0 ставим, чтобы у нас все застопорилось. Вот он, новый автобус, ребята. Прикольно выглядит на самом деле. Вот такая ИСС-овская эмблемка там даже стоит. Ну и все, и дальше, соответственно, пусть едет. В общем, да, ребят, ждем тогда, получается, что? Ждем дополнения. Уже прям готово-готово-готово, я думаю, все. И, скорее всего, сначала выйдет Юта, а потом, может быть, недельки через полторы-две уже после Юты появится у нас дорога к Черному морю. И будет просто дофигища интересного контента. Так что, ребята, не забывайте подписываться на канал, пожалуйста, по статистике. Повторюсь, 50, блин, 1% зрителей не подписывает на канал. Как так? Не забывайте нажимать на колокольчик. Ребята, очень много будет контента, связанного с патчем 1.36, именно с бета-патчем. Так что, прям вот прям реально подписывайтесь, дабы быть в курсе. Ну и не забывайте продавливать лайк этому видосу. Ну и пишите в комментариях ваше мнение. Как вам вообще бета-патч? Заметили ли вы разницу, допустим, вы играли раньше на девятом, тут бах, пересели на одиннадцатый. Что произошло, будет интересно почитать. Все, ребятки, на этом все. Пока-пока, увидимся.